Итак, друзья, новейшее вооружение War Robots на среднюю дистанцию, энергетические пулеметы Atomizer. Проведем ряд тестов и внимательно изучим это новейшее вооружение, каков у него принцип действия и какая наилучшая тактика применения в бою и введения огня. Итак, погнали! Начнем, пожалуй, изучение с принципа действия энергетических пулеметов Atomizer с дистанцией ведения боя на 500 метров. Это максимально. Оптимально стреляя 4 секунды, далее необходимо укрыться и дать в течение 3 секунд оружию остыть. Или, как альтернатива, можно стрелять короткими очередями. Полный перегрев оружия наступает через 5 секунд, средний перегрев через 4 секунды. А это значит, что нужно стрелять короткими очередями по 3 секунды с секундной задержкой для остывания между очередями. При полном перегреве стрельба абсолютно неэффективна. Наиболее эффективное остывание, если все-таки оружие достигло полного перегрева, дать 3 секунды и ему остыть. За это время можно сманеврировать и укрыться. Давайте перейдем к тестам. Итак, первый тест мы пробуем сейчас коржи против атомайзера дистанция 450 метров. Как видим, атомайзер перегрелся и не может полноценно уже наносить урон. Но урон наносит быстрый и ураганный. То есть вход в минуту урона в корпус вражеского робота очень большой. Я вам показываю восьмые уровни. На 12 МК-2 все это будет отыгрывать совсем по-другому и урон будет гораздо выше. Плюс туда можно добавить умения пилотов, бустеры и термонуклеареакторы. Давайте посмотрим на коронах на разных дистанциях. На восьмых уровнях какие могут быть уроны, да, сопоставимыми с уронами от среднего вооружения энергодробовиков короны. Итак, короны в чистую проигрывают атомайзеру на дистанциях до 100 метров. С меньше 100 метров у корон уже появляется существенный шанс после изменения, после ребаланса этого вооружения нанести существенный урон противнику, вооруженному атомайзером. А что все это означает, друзья? Что наиболее оптимально атомайзерам отыгрывать непосредственно на коротких дистанциях от 100 до 400 метров. То есть четкая игра с соблюдением средней дистанции и условиями ведения огня короткими очередями с секундными задержками для остывания. Или при полном перегреве необходимо сразу укрываться за счет маневрирования и укрытия, проходит 3-4 секунды и происходит полное остывание оружия. Боекомплект атомайзер не имеет и в этом его основная высочайшая эффективность. Ему не требуется абсолютно ни дозаряжаться, ни перезаряжаться. Поэтому смело можно отнести это новейшее вооружение к новейшим имбовым пушкам в игре. Это очень важно, друзья. А вот маленький баг, да, с тест сервера, посмотрите, урон пульсаров не проходит. Специально показал, были такие моменты, что с некоторых пушек урон абсолютно не проходил. Посмотрите, пульсары пролетают сквозь корпус лича, практически не нанося урон. То ли это была проблема нового прицела. Я пробовал и без наведения, с закреплением наведения и отрабатывал в обычном прицеле без фиксации цели, да, то есть в обычном пассивном прицеле. Но при любых раскладах пульсар отказывался просто наносить повреждения роботу противника, да, то есть в любых условиях. А это значит чистый баг. Надеюсь, что с тест сервера данный баг никак не перейдет на боевые сервера. Хотя я сталкивался с тем, что когда не очень хороший интернет, именно у плазменного вооружения, класса шреддеры, пульсары, в особенности тараны и в особенности редимир, урон абсолютно не проходил. И это еще продолжает иногда происходить. Для этого нужен хороший интернет. Давайте немножко перейдем к боям на тест сервер. Попытаемся оценить эффективность уже непосредственно в бою атомайзеров восьмого уровня. Но можно выявить здесь прежде всего основной недостаток. Стрельба по целям, которые быстро имеют сопротивление урона в данном случае. Это у нас фантом. Оружие не столь эффективно. Потом очень легко, друзья, увлечься и не заметить своевременно перегрев, чтобы убрать палец с кнопки ведения огня. Еще один минус, друзья, по атомайзеру. Это проблема ведения огня по быстрым целям. Это оружие все-таки не дробовик, это пулемет и требуется, конечно, брать упреждение. Есть нюансы, которые осложняют применение ведения огня по быстрым целям. То есть такой прям эффективности, как от корон, в ближнем бою от него не ждите. То есть это оружие строго средней дистанции, которое, я хочу отметить, намного эффективнее на средней дистанции, чем скорч или тот же самый, например, шреддер или, например, таран. Оружие высокоэффективное. Если такие будут тяжелые слоты и маленькие слоты вооружения класса атомайзер, то можно создавать очень опасные, интересные тактические сборки для отыгровки именно на средней дистанции. Жду выхода лечасоспособности, чтобы... Так, вот как раз быстрая цель, друзья, поработаем. Быстро уходит от меня страйдер. Самое главное, на нем нужно привыкнуть быстро убирать кнопку сведения огня, досчитав до 3 секунд, давая вот эти паузы по 1-2 секунды между очередями возможности оружию остывать. Вообще, все это очень сильно напоминает мех-варьер и вселенную баттлтек. Там изначально все поставлено на перегрев оружия, что очень сильно влияет на тактику ведения боя. Ну и с тем самым, конечно, интереснее. Были и казусы на тест-серваке. Меня выбивало из некоторых боев. Но в дальнейшем приложение наладили и вылеты прекратились. В таком случае нужно писать всегда разработчикам причину сброса. Я вот писал вылет, например. Пару слов об имбах, друзья, на тест-сервере, которые были представлены в этот раз. Имба по-прежнему остался в фалькун у нас, традиционалист, который мог убить несколько мехов. Если вывести его было в начале боя, уничтожить его было проблематично абсолютно всеми типами роботов и вооружения. То есть традиционалист был в начале боя всегда царем, можно сказать. Тогда крайне сложно было его уничтожить. С точки зрения быстрого вывода Титана, фалькон не столь интересен. Но чтобы именно закрепиться, взять маяки и несколько мехов быстро противника выбить, мне понравилось, как на фальконе работает коломит. Очень интересно. Во-первых, не мажешь с него за счет того, что навелся на цель и стабильно планомерно цель распиливаешь. Очень классно. Учитывая ребаланс или нерв, как хотите называйте, энерго-дробовиков, да, Глория и Короны, и хала в этом плане коломити очень... Оружие высокоуроновое в ближнем бою и с достаточно быстрой перезарядкой. Поэтому эффективно использовать очень коломити стало теперь на фальконе. Показываю вам фрагмент боя. Пытались, пытались они меня здесь убить. И спокойно, с лечилочкой... Фалькон живет длительное время, да, до ласт-энда. И при определенных удачных стечениях обстоятельств хорошо может пожить и после прогорания ласт-энда. Ну, здесь еще очень много зависит от умелок от пилота. Долго, очень долго прожил фальк, не мог с ним справиться противник, и уничтожил фальком несколько метров. В комплексе, что можно сказать, да, здесь у меня опять немножко сбойнуло, вылетело. По нанесению урона с атомайзеров. А три атомайзера мне не понравился. Как бы урон и динамика урона, а вот четыре атомайзера, это серьезная проблема. Итак, вот еще маленький фрагмент, так скажем, имба на тест-сервере. Это был Фантом на Спарках и Скорже. Очень эффективный. Я сразу решил не ставить на него дробошип, смотреть, как такая сборка отработает. С умением пилота плюс 50% скорости наведения. Это полностью имба сборка, которая хорошо позволяет вести бой на больших скоростях, быстро наводится, быстро перезаряжается и вблизи наносит серьезный достаточно урон. То есть, такую сборку можно смело ставить на боевой сервер, она будет достаточно эффективна. Плюс можно еще свыше 300 метров до 600 метров нервы потрепать, да, то есть имеет раздражающий фактор. Подобная сборка может позлить противника с разных дистанций, превышающие средние. Эффективность такой комбинаторики мне очень понравилась, очень эффективна. Поэтому советую друзьям, кто хочет, если заменить дробоши, это оружие очень эффективно. Против быстрых мехов вообще великолепно. Не нужно целиться, не нужно брать упреждения. Только у мелко пилота по наведению. Как видим, тоже длительное время достаточно у меня фантомчик живет в бою. Причем много активно бегает, телепортируется, маневрирует. Нужно следить за боекомплектом, чтобы своевременно перезаряжаться. Мехов противника минусует одного за другим. Возможно, друзья, я найду время, чтобы снять подробный обзор по подобной сборке уже в боевых условиях на боевом сервере. В чем именно прелесть? Это постоянное нанесение урона противника на больших скоростях. Главное, быстро не вращать к корпусам и не терять цель из прицела. При переносе прицела на другую цель по вектору, удобному для ведения огня, переключение происходит практически мгновенно. То есть, не нужно наводиться на вторую цель рядом. Прицел просто уже с наведением готовый, так скажем, перескакивает. И давайте посмотрим полный бой. Так скажем, итог тест сервака, к чему народ пришел. В особенности по титанам с вооружением катаклизм. Большинство игроков почему-то зачастую сливается в начале боя. Не знаю, зачем они это делают. Зашли, что-то попробовали и все, и вышли. Но иногда были очень динамичные и веселые, достаточно жаркие бои. Здесь я пробовал снова сборочку на восьмых уровнях, как себя проявит Ау Гуанг. Зеленый дракон на вооружении Трис Корф. Тоже достаточно интересно, но мне не понравилось, как сам по себе Гуанг живет даже в воздухе мало. Фалькона мы уже рассмотрели, проявил себя он отлично. Здесь у нас смертельная битва, и очень-очень быстро мой рандом здесь сливается. Причем один потерял машину и решил в бой больше не заходить. Нет, зашел, зашел, значит еще посражаемся. Вот паренек пробует Кира на ионах в ближнем бою, да? И посмотрите, вылез инвайдер с шахтрейном. То есть тут полная чума, что народ вообще творил. И поэтому ориентироваться на какую-то победу в боях не было смысла. Но можно было ориентироваться на общую динамику нанесения урона на восьмых уровнях. Чем, собственно, вот, например, я и занимался. Спектр вортексами пытался что-то сделать Фальку. Это абсолютно бессмысленно. Пытаться нанести существенный урон цели, у которой серьезное сопротивление урона вортексами, это бесполезно, неэффективно. А Фальк по-прежнему оправдывал название основной имбы тест-сервера, в особенности в начале боя, да? Долго-долго его пытаются уничтожить, и он еще продолжает жить и наносить серьезный урон. Кстати, великолепно, друзья, отыграл Ауджан на Коломите. Тоже практически был имбой, так скажем, да, на тест-серваке. Томмайзеры уже появились у нас, да, на боевом сервере. Обновления на Иос еще пока не было, скоро будет. Мы будем подробно изучать уже в реальных боях на боевых серверах. Плюс у нас на НОСО объединение игровых платформ, да, Game Room вместе с Иосом и Андроидом. Посмотрите, какие жаркие схватки, и народ применяет сейчас катаклизмы, да? В центре все-таки оружие требует сближения с противником. По катаклизмам уже обзоров на канале есть. Можете посмотреть, я привел тесты с тест-сервера по катаклизмам, и пока, скажем так, на большинстве дистанций катаклизмы вступают основным типам вооружения титанов. Но очень эффективно работают именно против всех типов мехов на дистанции от 0 до 350 метров. Здесь наиболее опытные игроки в этом бою непосредственно поснимали катаклизмы. Я поставил стандартную имбовую 600-метровую сборку на Титана Ауминг на Жандармах и Кирасирах. И что интересно, противник здесь сделал абсолютно то же самое, как я и сказал, опытные игроки поснимали катаклизмы. Здесь у нас одного бойца уже нет, он решил уже в бой не заходить, расстроился, видимо. А может быть просто вылетел. Да, вылетов было достаточно много, поэтому следить за количеством игроков на тесте было не особо целесообразно. Классическая тактика сейчас в максимальной Лиге Чемпионов на Минге – это контролить центр, не подпуская к себе никого ближе 550 метров на Ауминге. И стараться аккуратно работать с вражескими Мингами. То есть здесь идет уже плотный бой обмен ударами на дистанции 570, 580 и 590 метров. Дальше набор дистанции и лечение. В этом плане особенности, когда идут плановые, друзья, бои, такие обмены ударами нужно делать боевой двойкой, чтобы нанести максимальный ущерб вражескому Аумингу. Если самому замешкаться и попасть под удар такой боевой двойки, то, скорее всего, вы Минга своего потеряете. Как правило, такую боевую двойку в обмене ударами Мингов между друг другом поддерживает с той или иной стороны еще атака Ауджана. И тогда помогает стабильно при таком обмене. Даже две боевые двойки будут обмениваться ударами. Если какую-то из двоек поддержит Ауджан, то один из Мингов будет разобран однозначно. При этом Ауджан успеет отойти. Бывает, Ауджан идет на размен. Вот у меня как раз перестрелка с катаклизмами. Урон печальный катаклизмов на дистанции в 570-580 метров. Я ухожу в набор дистанции и выманиваю вражеского Минга на огонь своих союзников. Это самая лучшая тактика ведения боя именно на Ауминг. Вытаскивать, вытаскивать на свои позиции вражеских Титанов. Да, хочу напомнить, кстати, друзья, что катаклизм очень неэффективен против Титана Артура ввиду огромной мощности по ХП физического щита Артура. Казалось бы, да, был шанс на победу в этом бою, но почему-то у меня ребята вообще все уже посливались. Некоторые потеряли мехов и решили больше не выходить. Хотя роботов должно быть 36 в бою. Но я сделаю здесь все, что смогу. Один союзник все-таки меня еще не бросил. Нас двое. Грамотно играет противник. Молодцы. Но я тоже не покупаясь на эту тактику, выманивая меня на огонь красных союзников между друг другом, я держусь строго на дистанции. Смотрю, вот человек тоже применил интересную сборку от 2 молота Темпест. На Фенрира ставили подобные сборки. То есть, видимо, пытаются создать какие-то системы ПВО для борьбы с вражескими аумингами. Народ находится в поиске. Это настоящая бич Лиги Чемпионов. И народ абсолютно не знает, как оптимально справляться все-таки с этими летающими титанами-имбами. Помогает на больших и средних картах, помогает молотым К2-12 уровень. Хорошо заставляет их маневрировать, садиться на землю и наносит хороший входящий урон за достаточно короткое время. Но, тем не менее, это неполное решение для борьбы в рандоме с вражескими аумингами. Ну, а в клане он не подходит. Лично молотых это минус один боец. Там совсем другая тактика. Наиболее оптимально, как ни крути, друзья, ауминга сливать с помощью ау-джана на аванжерах, полностью поставленных на урон. В три захода такой джан может слить вражеского минга. Ему только никто не даст ему этого сделать. Поэтому, скорее всего, огромное нанесение урона мингу противника гарантируется. И потеря будет ау-джана. Все равно его законтролят противники. Не дадут в итоге никуда нормально приземлиться и выжить. И так, счет 26-27. Слишком много времени осталось. И здесь я еще ошибку совершаю. Вот мне сейчас влево надо было рвануть. На ласт-энде и пасс-шифте я бы успел. Отбежать подальше, забиться в угол. И мне этих на ничью вывести хватило бы. То есть, у меня было бы 4 секунды, да? 4 секунды у меня был бы ласт-энд. И 3 секунды был бы пасс-шифт. Но я ошибся. Я не побежал. Я посчитал, что они сюда почему-то будут долго идти. И по времени не рассчитал. Мог вытащить ничью. Но ошибся. Бой проиграли. Но ничего страшного. Учитывая, что у меня вся команда послевалась к ядрине фене. Бой был тем не менее интересный, классный. И противник проявил себя тактически интересно. На этом моменте, дорогие мои друзья, Я с вами прощаюсь. Надеюсь, обзор был вам полезен. Ставьте лайки. Не ленитесь поддерживать канал. У меня этот обзор отнял огромное количество личного времени для его создания. Посмотрите, какой урон большой удалось нанести на малых уровнях. Дата из сервера 3 миллиона 700. Я желаю всем хорошего, отличного настроения. Мы увидимся в новых обзорах и стримах на канале. Следите внимательно за новостями. Включайте уведомления о новых видео. И в моих группах ВКонтакте и Фейсбуке следите за анонсами. Скоро будут интересные конкурсы. Не пропускайте. С вами был Вэр Командер.